Добрый день! С вами Эскендер Бариев. Меньше недели остается до одного из главных политических событий в Украине – досрочных парламентских выборов. Как отражен Крым в программах политических партий? Будут ли представлены представители Крыма в новом созыве Верховной Рады Украины? Будет ли Верховная Рада заниматься крымским вопросом? Об этом поговорим в восьмом выпуске блога «Либерейт Крымия». Сегодня внимание практически всей страны приковано к теме досрочных выборов. Пока политические силы в погоне за увеличением своего рейтинга и в последние дни предвыборной гонки продолжают подкармливать население своими популистскими заявлениями, мы хотим поделиться нашим анализом, что же они написали в своих программах о Крыме, каким они видят путь до оккупации полуострова, защиты прав человека и реализации коллективных прав крымских татар как коренного народа Украины. Казалось бы, темы очень важные, особенно в контексте восстановления территориальной целостности Украины, но, судя по всему, не для наших будущих парламентариев. Главное – запрыгнуть в лодку, которая плывет в Раду, а дальше, как говорится, видно будет. Хочу напомнить, что ранее Международное движение за деоккупацию Крыма и солидарность с крымскотарским народом «Либерейт Крымия» призывало политические силы включить в свои предвыборные программы план по деоккупации Крыма, план по защите прав человека на полуострове, а также план реализации коллективных прав крымскотарского народа в Украине. Вы не поверите, но из 21 зарегистрированной на выборы партии в программах 11 абсолютно отсутствует тема Крыма. Среди таких «Слуга народа», «Аграрная партия», «Оппозиционная платформа «За жизнь», «Оппозиционный блок», «Украинская стратегия Гройсмана», «Патриот», «Рух новых сил», «Факел», «Партия Шария», «Социальная справедливость» и «Партия Зеленых». Даже наличие в таких политических партиях, как «Украинская стратегия Гройсмана» и «Партия Зеленых» представителей крымскотатарского народа никак не повлияло на качественное содержание их программ по теме Крыма. А в программе оппозиционного блока план относительно Крыма полностью совпадает с интересами страны-агрессора. Напрашивается вопрос, либо забыли упомянуть Крым в своих программах, либо не хотели. Международное движение «Либерейт Крымия» заявляло, что наличие в списках политических партий представителей коренного крымскотарского народа будет являться важным индикатором отношения партии к ситуации с оккупированным Крымом. В свою очередь, представители коренного народа есть в списках только пяти партий. Это «Европейская солидарность», «Голос», «Сила и честь», «Украинская стратегия Гройсмана» и «Партия Зеленых Украины». Да, также есть крымчане в списках «Слуги народа» и «Силы права». Мало? Естественно. Ведь кто будет заниматься до оккупации Крыма, если не представители оккупированного полуострова? Тем более мы предлагали сформировать межфракционную депутатскую группу «Либерейт Крымия». И все это на фоне, когда Украина переживает непростое время, обусловленное сменной власти, президентскими и досрочными парламентскими выборами. Даже не сомневайтесь, что подобными настроениями в политической среде Украины в любой момент может воспользоваться Российская Федерация. Результаты парламентских выборов 2019 года несут определяющий характер для сохранения выбранного курса государства и его самостоятельности для деоккупации украинских территорий и защиты прав человека на них. Поэтому важно не допустить пророссийского реванша в новом созыве Верховной Рады. Не сдавайте государственные интересы ради достижения своих личных целей. Вы и сами понимаете, что это ни к чему хорошему не приведет. Мы хотим еще раз призвать все политические силы в ближайшее время обозначить в своей риторике тему дооккупации Крыма, планы мероприятий по защите прав человека в оккупированном Крыму, а также реализации коллективных прав крымско-катарского народа в Украине. Хочу напомнить, что без четкой позиции политических сил по данным вопросам о полном восстановлении территориальной целостности Украины говорить пока рано. Помните, что вы несете историческую ответственность перед будущим поколением. Не меньшую ответственность несет и избиратель, отдавая свой голос на избирательных участках. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok